Как поступать людям, которые приобрели профессию, являющуюся как бы по православным канонам греховной? Актриса, врач-гинеколог, печатник в типографии, когда они по своей воле приходят печать греховную литературу, журналы, библиотекарь, в скобках, ведь в фонд библиотеки поступают разные книги с разным содержанием, верно? Парикмахер, который связан с греховной модой, например, есть и греховная мод, тоже направление, маникюр, что нужно? Сменить работу нет возможности, не позволяет финансы, да и найти в наше время другую работу сложно. По качеству, что у тебя такая работа, а дальше что? Как быть? Да, я очень благодарен вопрос, мне кажется, вопрос очень важный и очень нужный. Только я сказал бы шире. Вот я четвертый запад признёс. Помни день Божий, чтобы светить его. Шесть дней работы. Седьмой день – не имеешь права на него никакого. Господу Богу твоему. А у меня работа. Сменить работу. Я так считаю. Да, мои дорогие, потому что работу можно не найти, а суда Божьего точно найдём, суд Божий. Будем судимы. Господь... Нас учили в советское время, что Бог должен быть внутри, вот там, вот, вот. Часть жизненных сил, часть времени уделять Богу – это неправильно. Господь, Он настолько велик, что Его можно или полностью принимать, или только не принимать. Да, есть греховная профессия. Ну вот, если я врач-гинеколог, вот, и мне это я буду делать аборту. Но я же врач. Я не палач. А у нас в России считают, что врач-гинеколог должны быть палачами невинных детей. Я знаю, например, верующих людей, которые, идя на эту работу, подписывали документы, правовое соглашение, что они преусловичны, если не придётся убивать детей. Не берут таких, а значит, нам не надо. Помню слова одной женщины, местной, пожилой, давно, сказала, «Батюшка, я Бога всегда в душе носила, а была учительницей. А в это время тогда вели учить против Бога. Я учила, но в душе это Бога носила. Грех это?» Я говорю, «Да, это и есть. Иуда был апостол, а был предателем. И ты такой же второй Иуда». Она говорит, «Но ведь требовали власти-то». Я говорю, «И что? А что я мученку открываю?» Им тоже требовали, чтобы отреклись от Христа, но не отрекались же. Она говорит, «Но если я не отреклась, меня выгнали?» Я говорю, «А ты бы не ждала?» «Сама ушла бы». Говорит, «Куда?» Она говорит, «Да в школу». «Как в школу? Я уже в школе». Говорит, «Уборщицей в школе была бы». Я помню, я специально сказал, и помню, что произошло. Она отодвинулась, смирила меня. Правую ногу вперед, как Наполеон. Сказал, «Я уборщицей, а еще что скажешь?» Говорит, «Вот это я и хотел, чтобы ты произнесла. Только услышь теперь сама себя страны. Тебе не Христос нужен, и не Бог. Тебе важны земные звания и статус. Ты выбрал, что выбирала, отреклась от Христа. Ну, это мой выбор. И так в каждом деле. Так в каждом деле. И я глубоко убежден, что и вот нарушать заповедь Божий праздник – это тоже есть грех. Грех? Работает грех. Я говорю о мирских вещах. Сейчас в минутку. Вот. Как быть? Ну, я уйду с этой работы, не найду другую. Так не бывает. Это фантастика. Это сказка. Фильм ужасов. Безжизненный. Я знаю другое. Христос Спаси говорит, «Вот ищите прежде всего Царства Божьей, правда, Его, и все остальное приложится вам». Я в своей жизни много раз в этом убедился. Без счета. Когда Божье ставишь во главе угла, все остальное идет как приложение. Валится буквально. Валится. Я прошу всех прощения за то, что я скажу, и я позвольте сказать. Вы знаете, в Тревозе есть батюшка, отец Георгия. Мы с ним двоюродные братья. Его отец, ныне покойный, мой родной дядя. Моя мама, его отец, родные братья. Он мне крестный. Когда я уже служил здесь, и он, мой крестный, узнав, что его сын хочет приехать к священникам, сказал, ну как, отец, говорит, у вас на пенсию во сколько вы ходите там? Ну, за сына переживают же. Я говорю, у нас такого понятия в церкви нет, пенсия. Вот пока ноги топчутся, так и топчутся. Не будет ноги топтаться, ну, ситка будет, если что-нибудь делать. А на пенсию будет, нет никаких пенсий в церкви. В церкви священ, 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 служитель. Я вот, у меня тут был некий такой вопрос, он мне сказал так, вот, в этом году, в прошедшем году, сказать, из алтаря только ногами вперед вынесут. Так не заботится, как вы хотите, вынесем, но только ногами вперед. Он говорит так, нет, погоди, а вот у вас всякие там билет, билет не до чего, он говорит, ну, это церковь поможет, может, нет, нет. Вот теперь говорит, подожди. А он да переедет, ему жилет, какой дадут? Ему собачку Нуру, если кто пожертвует, а с нету на улице сядет. Я помню, что было. Он говорит, ты его куда стаскиваешь? Говорит, ну, я так же сам живу. Говорит, он так разобиделся, а он крестный у меня ботокочек интересный, горячий, взял нож на меня с ножом. Ну, вот такая была ситуация. Вот ты сам дурак, его своим дураком хочешь сделать. Вот. Такой вам момент. Другие факты, можно сказать. И когда, например, я решил пойти в семинар, прошу прощения, это было в советское время, я вот в семинаре поступать, меня батюшка волосовил, духовник мой первый говорит, ты сначала свой счет с ними, святовсюду, свинкомата, паспорт, а лабочек, а только потом езжай. Даже сдавать экзамены в семинаре. А иначе тебе не дадут. И правда, я уехал, пропал, а меня на воронке по ночам приезжали, менты и ловили, облаву устраивали. Такое было время. И мой отец мне говорил, мой отец, он сейчас священник, он тогда работал в миру, и он мне говорил, вот что ты выдумал это, а? Бабушка у меня воспитывал, я говорил так, ты, воронка, не надо так, это уж больно, больно за Бога-то. Ты вери в душе, как все. Что ты, хуже все, что ли? Вы будете за 50, тогда и в церковь пойдешь. Тогда никто ничего не скажет. Я ей сказал, бабушка, я согласен, но при условии, что ты мне справку напиши и печать поставь. Где написано, до 50 лет точно доживешь. Она смело говорит, дурачок, тебе только справку даст. Значит, я могу раньше умереть? Нет, тогда я сейчас буду с Богом жить. А то не успею вдруг потом. Вот. Теперь дальше. Вот отец говорит, вот ты туда поступишь, и что будет? Вот ты обомнился. А на сорателе подумал, нет? Он говорит, не Сталин, так другой будет, по другой фамилии потом. И вас к стенке будут ставить, попов, стрелять. Ты подумал, что с нами будет с матерью? Как мы это перенесем? Или другой вариант. Он же говорил. Вот я иду по улице. Весь Ульяновск. Все знакомы, все дружку знаем. Ба, Валентин, ба. Как дети? Ты вырос, да? Сын, ты что? Мне что говорить? Мне что говорить? Попов стал? А стыда проваливаться сквозь землю? И только по ночам ходить придется за даме? Позором, несмываемым покроешь нас? Так же не только кто-то. И в семье вот так говорили. А Господь укрепил и пошел. И ни пенсии, ни зарплаты, ничего. Вот ни пенсии. В советское время были налог священников. Две зарплаты получаешь, третье добавляешь, не несешь налог. И никаких ни страховок, никаких ни пособий, ничего. И вот, посмотрите на меня. Я живу перед вами. Не умер и от ужаса не скончался. И не произвела страх. А если говорить, а мы тебя истали в моей жизни? У меня дом, три этажа. У меня денег больше, чем у вас вместе взятых. А я не шучу. Слово говорю. И ничего этого не искал, и Бог все это дает. И был с дитями, внуками, всем. Ищите, прежде чем, Царствие Божие, правда его. Все остальное приложится. И искать все остальное в ущерб, Царствие Божие. Потеряно будет все. Потеряно будет все. Я этому убедился. На себе. И на людях смотрю так же. Поэтому вот тут вопрос очень хороший, правильный, что да, мы не можем делать все, что у других безбожий могут. Мы не можем в любой работе работать, и не можем нарушать западе Божие ради земного своего благополучия. Не можем. И то, что при... Но тут это вот такой вопрос, что сейчас трудно работать. Легко. Вот сейчас работайте сверхлегко. Самое легкое время для работы сейчас. Если раньше, например, за тунеядцев, в тюрьме, в тюрьме, в тюрьме, в советское время, знаете, да, сейчас не работай, пожалуйста, никто тебе никому-то не нужен. Вот. Раз. Во-вторых, сейчас есть возможность частным делом заниматься. Любым. И строить свой распорядок дня, например, себя православным, по православным моим заповедям. И никто мне не скажет, ты что делаешь? Я говорю, мое частное дело. Что хочу, что я делаю. Был один пример такой интересный, я вам сейчас скажу. Одна женщина приехала с Ульянска давно. И говорит, батюшка, вот по западу Божьему, воскресенье нужно будет церковь. А у нас, она торгует на рынке. Воскресенье самый, самый свал. Если я не пойду, воскресенье. И я беденник останусь. Я говорю, кто сказал? Я говорю, ты попробовала? Она говорит, нет. Ты придумала фантастику и себя ей пугаешь. А реальность раз такая? Он говорит, попробуйте. Я говорю, конечно. А что ты теорию-то несешь, которую не знаешь? Практикой. Все, проверьте, практикой, опытом. Я добавил, говорю, вот ваш Ульяновск, родина тех самых, кенинских и ленинов, там крема оставить негде. Проклятое место. А болгары место святое мучеников. У нас самые рынки, по субботам. Еще по пятьдесят, по-моему, был, да? Пять за субботу. Вот, у нас не выходят. Приезжай сюда, пусть торговать. И она послушала. И вот потом он мне рассказывал, говорит, батюшка, был так страшно, так страшно, так страшно. Но стал, говорит, я не одна там с кем-то на семье, у них машина, приезжаясь к вам в субботу, говорит, и Господь так строял, нисколько не меньше стало у меня, говорит, и клинтуры сложил здесь в вашем болгаре, не смог не меньше, а у всех этих, может быть, еще удивляюсь. Как я могла бояться себя пугать того, чего не знала? Опытно убедился, нет, ведь с Богом так отца. Можно жить. Ну, вот конкретный пример, который человек. Поэтому я убежден, что касательно, поэтому, да, и внешне, и внутренне жизнь мы просто настроим по Евангелию, и не разменимся, и не отступаем от Бога, не ради каких земных выгод. Но только так, искренне в этом, Господь был и солячик, не только спасением и раздушевной, и земными благами, камазами повалиться. Повалиться камазами. Здесь один очень важный момент, такой нужно проговорить. Это и есть самое главное, что нужно делать в День Божий. Когда в День Божий, День Божий, вот сам слово покой, шаббат, 7-6 дней, здесь седьмой день, безговорится, шаббат, называется суббота. Это покой переводится. День покоя, Господу твоему. Имеется не покоя безделья, а покоя от суеты земной и работы для души. Поэтому, что мы делаем с Косеей в празднике? Лежим на диване, пока кости не заболят. Нет, а что делаем? Работаем для души. Шесть дней для земли, седьмой для неба. Шесть для тела, семь для души. И как работают? А вот так, то как. Я прихожу, молюсь, причащаюсь, каюсь. А ты приходишь, поешь, читаешь в церкви. И родители, наш лучший закон о Божьем. Вот это не можно, это нужно делать. Вот мне иногда спрашивают, можно ли в воскресенье в праздник мыть полы? Да, желательно, обязательно мыть. К тому, кто в этом нуждается, сам не может прийти помочь. А себе, ни в коем случае. Ни в коем случае. Другие дни есть. Или, например, так, копать ли огород? Вот я шесть дней копаю себя, уж отдохнул бы, но день седьмой наступил, воскресенье, Богу отдать. А у нас церкви нет. Пойду к соседке, помогу ей покопать. Но только бесплатно, естественно. Ей обязательно. То есть помогу. Это тоже праздник Божий почтить. В празднике мы молимся, Слово Божие читаем, получаем закон Господь, тайство поучаствуем и несем труд для блага близких наших. Это непосредственно и есть в полной заповеди.